Добрый вечер, чат «Активист ДВК». Добрый вечер, чат «Активист ДВК». Добрый вечер, чат «Активист ДВК». Во-вторых, например, их родственники сами очень сильно запуганы и они не принимают активное участие в защите. Кроме того, может быть одной из причин отсутствия адвоката у такого заключенного, политически преследуемого, или же отсутствия доступа к его документам для того, чтобы выстроить защиту. Но самый важный фактор в защите любого политического заключенного – это солидарность и максимальная публичность. Солидарность со стороны тех, кого также преследуют по таким же мотивам, или же просто солидарность всех сочувствующих граждан Казахстана, например, или Молдовы, или России, потому что мы работаем в разных странах и убедились везде на одном и том же принципе. Солидарность освобождает политических заключенных. Солидарные акции протеста, солидарная защита – это самый эффективный механизм защиты и получения международной поддержки для того, чтобы освободить политического заключенного. Я говорю на пределе своих возможностей голосовых, потому что я же не могу кричать на все здание, но постараюсь как можно громче вам рассказывать. Итак, с чем мы имеем дело? Обычно государства, правоохранительные органы, которые так и называются, правоохранительные органы, которые должны защищать права человека, в таких государствах, как Казахстан, к сожалению, не действуют. Они как раз-таки выступают как репрессивный аппарат. То есть государственные органы власти, вместо того, чтобы вести защитную функцию в отношении своих граждан, работать на своих граждан, а не занимаются политическим преследованием. Это то, что мы сегодня имеем в Казахстане. Как с этим бороться, когда на членов семьи оказывают давление, когда адвокаты боятся взяться за ваше дело, когда фактически вам угрожают увольнением с работы? В таких случаях необходимо воспользоваться международными обязательствами той страны, в которой вы находитесь. В данном случае мы говорим про Казахстан. Казахстан ратифицировал очень много международных договоров. И у вас есть возможность использовать международные площадки, такие как Европейский парламент, как ООН, как АБСЕ, как Парламентская ассамблея АБСЕ, как национальные парламенты, как Парламентская ассамблея Совета Европы в свою защиту. Но самое важное, чтобы эти международные институции узнали о вашей беде, о том, что вас политически преследуют. В таком случае уничтожение репрессивным государственной машиной, например, так называемыми правоохранительными органами, прокуратурой, политически мотивированной судами, Комитетом национальной безопасности, который выполняет фактическую роль тех, кто пытают, и Министерство внутренних дел Казахстана, тех, кто пытают самых лучших и самых активных граждан своей страны, их действия будут основлены, потому что за каждой из этих институций стоят конкретные личности, конкретные должности, которые занимаются такие лица, как министры, их заместители, прокуроры, судьи. Все их фамилии важно знать и документировать. Почему важна именно солидарность в защите каждого из политических заключенных? Как можно противостоять государственным органам, которые выполняют репрессивную функцию? Только тогда, когда вас будет больше, чем тех же самых полицейских на улицах, только тогда, когда они поймут, каждый из прокуроров, судей, что вы заходите в вызовную комфорту, что лично их фамилии, лично их имена, лично все их преступления становятся достоянием публичности, не только внутри Казахстана, но и за его пределами, только тогда будет сдвиг в вашей ситуации. И это опыт, который касается не только Казахстана, это та дорога, которую прошли многие другие государства, многие другие общества на пути своего становления. У меня включены наушники на полную громкость. Я себя слышу так, что даже не могу говорить. Поэтому, я не знаю, попробуйте отрегулировать все-таки свой звук. Здесь некоторые в чате пишут, как раз таки нам нужен список адвокатов. Для того, чтобы такой список адвокатов появился, вам необходимо защищать адвокатов, которые вообще входят в политически мотивированные дела. На сегодняшний момент нам очень тяжело найти кого-то из таких адвокатов. Причина, почему нам тяжело найти таких адвокатов, очень простая. Как правило, адвокаты очень стесняются говорить о том, что их преследуют по политическим мотивам, они теряют клиентов. Кроме того, у адвокатов забирают лицензии, давят на их родственников. То есть фактически адвокаты, когда они соглашаются вести политически мотивированные дела, остаются сами с собой. Общество их не поддерживает. И именно это является главной причиной, почему сейчас в Казахстане нет независимых адвокатов, которые бы отважно сражались в судах и, скажем так, балансировали с той репрессивной машиной, которую государство запустило в отношении активных граждан. То есть еще раз мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Для того, чтобы организовать защиту, для того, чтобы ваши дела, политические преследования перестали быть массовыми в таком характере, как сейчас они есть в Казахстане, когда мы получили больше 200 анкет, и сейчас мы рассмотрели больше 150 случаев, когда людей преследовали только за участие в мирных протестах, чтобы такой массовый поток репрессий остановить в Казахстане, необходимо, чтобы все эти дела стали публичными, необходимо, чтобы вы солидарно отстаивали каждого из таких активистов, чтобы вы составили список, где проходят судебные слушания, посещали регулярно, исключали из своего графика другие важные встречи, но шли обязательно, поддерживали на судебные процессы своих товарищей. Отвечу на ваши вопросы сразу же после своего выступления. Давайте я подготовила определенный, скажем так, набор фактов своих выводов, которые основываются на нашем многолетнем опыте правозащитной деятельности в различных странах, прежде всего в Украине, в Молдове, России, в том числе в Казахстане, но и сейчас в Азербайджане. У нас очень много кейсов, которые мы ведем по защите в Турции, и мне кажется, что вам крайне важно было бы с этими фактами ознакомиться, а дальше мы будем говорить по отдельным кейсам. Что касается Дениса Тена. Вот здесь как раз-таки это один из пунктов моего выступления. Это было, в принципе, следующее, что я хотела сказать. Это важность солидарной защиты, важность солидарной отстаивания прав каждого из активистов, кого преследуют по политическим мотивам, даже тем, кто еще не попал под это преследование. Почему это важно? Потому что никто в таких государствах с авторитарным типом правления где не действует право, где не действует закон, не застрахован от убийства, не застрахован от того, что он станет жертвой политических преследований. Как раз-таки дело Дениса Тена, то есть его убийство фактически, ну, одного из самых ярких представителей общества Казахстана, самых выдающихся спортсменов, это доказательство того, что никто в таких государствах не застрахован. И поэтому крайне важно, чтобы все, от актеров к адвокатам, сварщиков, врачей, учителя, любой профессии человек, чтобы все были солидарны в том, чтобы отставить права. Только тогда, когда это будет массовое явление, когда каждый из вас будет четко понимать, как он должен действовать с полицейским, это коснется непосредственно и самой семьи полицейского. Потому что он будет знать, что его жена или его будущая девушка, или же его дети придут и зададут ему неудобные вопросы. Папа, как ты мог участвовать в такого рода деле? Как ты мог сфабриковать уголовное дело по политическим абсурдным обвинениям против Осета Нуржунбая? Такие вопросы должны быть массовыми, такие вопросы должны быть всепоглощающими общество. Каждая семья полицейского, каждая семья судьи, которые принимают политическое решение, каждый прокурор, который фактически участвует в политические преследования, и каждый работник местозаключения, который участвует в пытках, они должны получать неудобные вопросы. Я вижу очень много хаотичных вопросов. Смотрите, мы не можем говорить о системной правозащите и вообще о какой-либо стратегии защиты, о солидарных действиях, если вы даже не в состоянии меня послушать. Поэтому давайте начнем сделать маленькие шаги. Первое. Вы послушайте сначала, что я скажу, запишите свои вопросы. После того, когда вы выслушаете мое выступление, вы зададите аргументированный вопрос. Кроме того, я очень часто слышу такие разные месседжи со стороны пропаганды, но в том числе и под моих подписчиков в Фейсбуке, в том числе сообщения в Телеграм, что вот вам легко говорить из-за границы, вообще правозащитникам или депутатам, евродепутатам очень легко критиковать из-за границы. Это вообще тоже ложь авторитарной пропаганды. Мир настолько сейчас нестабильный и настолько изменился, что все преследования, они абсолютно действуют глобально. Поверить пропаганде и манипуляциям авторитарных властей. Они дискредитируют даже международных правозащитников. Это пример нашей организации Amnesty International, многие другие организации, которые не могут нормально действовать в таких странах, как Казахстан, Узбекистан и многие другие. Сегодня преследуют оппонентов и даже международных правозащитников, журналистов и закрывают представительства международных организаций. Даже ставят под угрозу представительства и офисов таких организаций, как АБСЕ. Поэтому вы должны понимать, что проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, они не индивидуальны, они во многом на самом деле глобальны. То есть это значит, что они касаются всех. И наша задача именно солидарно их решать. Каждый на своем уровне и каждый как множество. Что сейчас делает международное сообщество и чего вы сейчас уже достигли? И может быть вы не до конца об этом знаете. Прежде всего, благодаря участию в протестах, благодаря тому, что вы очень активно комментируете в социальных сетях и уже более-менее начинаете трезво смотреть и оценивать, не просто сказать, что вы недовольны, а еще аргументировать, чем вы недоволены действиями властей, вы достигли очень многого. Прежде всего, внимания со стороны международного сообщества. Например, Европейского парламента. Почему это важно? Потому что в Европейский парламент к депутатам из различных стран приходят со всего мира. Во всем мире сейчас огромные проблемы с правозащитой. И, конечно же, по сравнению с другими странами, Казахстан может выглядеть более-менее нормально. Например, с той же самой Северной Кореей. Именно так любит себя представлять режим Назарбаева. Он говорит, что у нас не все так плохо, как в Северной Корее. Вопрос. Граждане Казахстана хотят жить, как в Северной Корее? И вот как раз-таки ответ на этот вопрос во многом зависит от вас. Довольны ли вы тем, где вы живете, и довольны ли вы тем отношением государственных органов в отношении вас? Если вы недовольны, значит, вы должны это показать, этот месседж донести до международного сообщества, до Европейского парламента, до ООН, до ОБСЕ и до других международных институций. И вы должны быть в некоторой степени еще счастливы, потому что на самом деле в Казахстане международное давление работает. Есть страны, где очень тяжело. Например, та же соседняя Россия, где мы боремся за освобождение более 70 политических заключенных, они называются заложники Кремля. Ситуация гораздо сложнее. Почему там ситуация сложнее? Потому что, во-первых, это военный конфликт. Россия напала на Украину. И все, что связано с этим, конечно же, осложняет дипломатическое давление. Несмотря на то, что сейчас уже в отношении России введены санкции. В Казахстане, к счастью, на сегодняшний день нет такой проблемы. Поэтому освобождение политических заключенных, это прежде всего, а, активация гражданского общества внутри Казахстана, солидарные действия защиты, приходить вместе на суд, поддерживать родственников, защищать адвокатов, публично отстаивать свои права, ходить на встречи с международными наблюдателями, депутатами и публично говорить о своих проблемах, называть имена следователей, прокуроров, которые вас преследуют. Как сказать, что это эффективно? На каких случаях мы можем это привести? Ну, во-первых, я всегда приводила случаи нефтяников Женаазена, которых жестоко пытали и преследовали по политическим мотивам за то, что они отстаивали свои гражданские социальные права. Но сейчас у вас есть уже свои герои, которые очень четким своим поведением показали, как можно отстаивать свои права. Сегодня у Асета на суде были международные наблюдатели, они отметили его очень хорошее выступление, мы эту информацию уже получили. Я делаю маленькую ремарку, потому что мы действительно очень сильно переживаем за Асета Нуржунбай. И я хочу сказать, что это очень героический молодой человек, который, несмотря на все давление, встоит, отказывается давать ложные показания и борется за свою свободу. Так вот, из позитивных примеров, которые, в принципе, можно сказать, что для мировой практики были одним из самых тяжелых примеров, это случай Орда Кашим, потому что она действовала абсолютно публично и показала, что она не боится. Как именно Айнура показывала, что она не боится? Она называла имя прокурора, судьи, всех тех, кто участвовали непосредственно в политическом преследовании ее мамы и ее семьи. Она даже сама была под угрозой давления, но, тем не менее, эта хрупкая женщина вместе с ее мамой выстояли и смогли защитить себя. И именно к ним, прежде всего, было приковано внимание со стороны и Европарламента, и депутатов Польского парламента, и Итальянского парламента. К ним впоследствии на суд приехал депутат, сенатор Итальянского парламента. Сейчас это дело даже до сих пор на высоком уровне постоянно рассматривается и мониторится со стороны международного общества. Макс Бакаев и Аронат Абек, Мухтар Джакишев только тогда смогут выйти на свободу, когда вы объединитесь и будете стоять под колониями, там, где их содержат. И вас будет там много, и вы будете требовать их немедленного освобождения. Когда вы будете об этом говорить постоянно, писать письма, информировать об этом международное сообщество. До момента, пока вы этого не будете делать, они дальше, к сожалению, будут сидеть. Не бывает чудес, никто не может выполнить эту работу вместо вас. Это проходит каждое общество, это мы проходили в Украине, я сама принимала участие в протестах и видела, как абсолютно с нуля в городе Севастополь, где который был абсолютно, скажем так, пережитком советского прошлого, возрождалось гражданское общество. Я была одним из тех, кто его возрождал. Поэтому очень хорошо понимаю, о чем я говорю, и этим опытом с вами делюсь. С вами также делились мои коллеги из Украины, из Армении, своим опытом. Орда Кашим — это только один из примеров. На данный момент у вас есть еще более интересные случаи, которые я считаю, что они будут историческими. Это случаи правозащитницы Елены Семеновой, которая, несмотря на все угрозы, попытки ее арестовать, она выступала в Европейском парламенте и таким образом смогла разбить молчание, многолетнее молчание о жесточайших пытках нечеловеческом отношении к простым заключенным. Потому что про простых заключенных вообще никто не знал, даже такие организации, как наша. И поэтому подвиг, который совершила Елена Семенова, то, что она рассказала европейским депутатам, вы не представляете. Некоторые из евродепутатов даже чуть ли не плакали после того, когда они услышали презентацию Елены. Поэтому то, как сейчас будут развиваться события вокруг Елены, как вы сможете защитить и отстоять ее права солидарно, многое зависит от того, как и будет ваши права защищаться в будущем. Потому что если по политическим преследованиям у нас сейчас список около 70 человек, мы берем тех, кто под угрозой ареста или уже находится в аресте, и тех, кто сейчас, скажем так, участвовали в политических акциях или же просто в мирных протестах, писали какие-то посты на фейсбуке. То есть я говорю, у нас такое количество больше 150 человек. То есть их сейчас у нас 150. Но тех, про кого говорит Елена, то, какие пытки применяются к простым заключенным, их сотни. И про этих людей вообще никто не знает. И что сейчас попытались сделать казахстанские власти? Они испугались Европарламента. Посмотрите, какой-то непонятный следователь в Павлодаре или в Караганде, он знает мою фамилию, правозащитница Козловская из международной организации. Он не знает, что такое Европарламент, но он повторяет ту команду, которую ему дали наверху. Почему? Потому что каждый из чиновников боится персональной санкции. А как раз-таки поездка Елены, когда она рассказала об этих нечеловеческих пытках, о фактах, когда заключенные предпочитали убить себя, нежели дальше продолжать находиться в таких условиях, это означает реальный геноцид против собственного народа в мирное время властей Казахстана. И это означает для этих чиновников персональную ответственность. Именно поэтому, что любой на сегодняшний день в Казахстане может быть помещен в тюрьму просто по абсолютно надуманным обвинениям, защита Елены Семеновой это ваша защита, чтобы не попасть в такую ситуацию. Потому что благодаря ее деятельности очень многие смогли выжить. И еще больше людей просто будут защищены. Но они даже этого не понимают. Передайте эти знания свои другим и своим близким. Достоин абсолютного поведения, абсолютного уважения и восхищения поступок Айгуля Акберди из-за Актау, которая отстаивает будущее не только своих четырех детей и свободу своего мужа Балаваса из-за политического преследования за то, что они просто мирно участвовали или хотели, они даже не дошли по сути, на протест против пыток и политические преследования в Актау 10 мая. Так вот, это хрупкая женщина, которая на сегодняшний день говорит о всех нарушениях давления на их семью и именно таким образом отстаивает будущее не только себя и своей семьи, но и всего Казахстана. Такие люди пишут историю Казахстана и они именно привлекают международное давление. Потому что, вот смотрите, мы сейчас говорим и из всего этого списка у нас в основном одни женщины. Мне кажется, что это определенный тоже тренд, но я очень рада, что в Казахстане есть такие отважные женщины, как Майгуль Садыкова, как Ардак Ашим, как Аймура Ашим. Эти женщины, они создают будущее Казахстана. И совсем не важно, какого они возраста. Например, есть Бакиза Халилова из Уральска, которая также вышла на протест, но она не собирается выполнять абсолютно неправомерные действия и приказы со стороны следователя, который, кстати, завтра ее вызывает на допрос. Поэтому, если вы находитесь в Уральске, или же вы не находитесь в Уральске, но вы знаете Бакизу Халилову, очень важно ей оказать поддержку и выступить в ее защиту также. Конечно, ни в коем случае нельзя забывать про Кеженбека Абишева и Аблаваса Жумагулова. Тем более, что у Жумагулова сейчас обнаружена язва, ему необходима медицинская помощь. Каждый из вас, кто сейчас будет солидарен вместе с ним, будет писать про него посты, делать протесты, выходить, поддержать его членов семьи, выходить, поддержать к месту ареста и требовать его немедленной госпитализации и оказание ему медицинской помощи, это та реальная помощь, которую вы можете оказать сегодня и сейчас. Кроме того, как вы знаете, мы собирали анкеты. На сегодняшний день у нас больше 200 анкет, из них мы отобрали 150 дел, которые четко видно политическую мотивацию преследования. Но, недостаточно, чтобы только мы знали об этом. Важно, чтобы об этом знали другие правозащитники и международные организации. Сейчас в Казахстан регулярно приезжают международные наблюдатели и это огромное достижение именно благодаря вашей активности. Проблема заключается в том, что КНБ и представители администрации президента делают все, чтобы запугать активистов и чтобы они не доносили информацию до международных наблюдателей. Это большая ошибка со стороны активистов не ходить на такие встречи. Чтобы были санкции со стороны Европейского парламента и других национальных парламентов Европейского союза, США, Канады и других стран, необходимо, чтобы каждое дело, каждый политический факт преследования активистов были публичны и известны. Потому что то, что говорят власти Казахстана, что это всего лишь единичные случаи, что на самом деле никого в Казахстане не преследуют. И когда существует только их версия в публичной сфере на международной арене, или только, например, наша организация об этом говорит, они, конечно же, будут побеждать. Поэтому вы должны дублировать информацию абсолютно везде. И тем более пользоваться тем, когда вам дается такой шанс в жизни встретиться с международными наблюдателями и публично рассказать о том, что с вами произошло, как вас и кто самое главное преследует. Именно это и есть ваша самая настоящая защита. Мы также обращались к нашим коллегам, чтобы каждую такую встречу делать публичной, например, организовать трансмиссию на Фейсбуке. Но многие из активистов, к сожалению, ведутся на провокации со стороны КНБ и запугивание прокуратуры и просят, чтобы такие встречи были не публичными. Это ошибка. Вы сами себя таким образом лишаете защиты. Запомните, мы вас защищаем эффективно, как правозащитная организация, только тогда, когда ваши дела публичны. Потому что тогда каждый из агентов КНБ, каждый прокурор, каждый судья боится свою собственную шкуру. Потому что на следующий день может общественное недовольство обернуться конкретно против них. Их дочери придут и скажут «Папа, как ты мог? Мама, как ты могла?» И вот такие вопросы должны постоянно звучать в обществе. И еще раз подчеркиваю, что вы должны понимать, что такие люди, как Бакиза Халилова из Уральска, Майль Гуль Садыкова из Астаны, как Айгуль Акберди из Актау, Аймура Ашим, Аплават Жумагулов, Киженбек Абишев, Асет Нуржумбай, они именно делают мечту о реальных изменениях в Казахстане в реальность. Понимаете? То есть они изменяют курс Назарбаева, который ведет Казахстан к Северной Корее и репрессиям каждый день, в сторону демократических преобразований. То есть когда права человека универсальны и действуют для каждого. Поддерживайте их. Следуйте их примеру, чтобы вы были публичны в защите своей и тех, кто с вами рядом, тех, кого преследуют. Чтобы у вас было больше вместе и вы были сильнее вместе. Конечно же, у вас сложнее ситуация, чем в той же самой Молдове, Армении и Украине. Но для того, чтобы ваша защита была эффективна и чтобы действительно были реальные результаты, вас должно быть больше. Это единственный в данном случае вариант решения таких проблем. То есть вас должно быть больше, вы должны быть все абсолютно солидарны и действовать по одному принципу. Один за всех и все за одного. И еще раз повторяю, что режимы действуют за пределами и всегда так делали за пределами своих стран. И пример Билла Браудера, с кем одного из самых известных сейчас правозащитников и создателей списка Магнитского, глобального закона Магнитского, который также постоянно подвергается преследованиям. Он живет за границей, между прочим, гражданин США и Великобритании. Он родился в США и является гражданином Великобритании. Он подвергался со стороны России политическому преследованию больше, чем семи раз. Он регулярно, каждый месяц, Россия домогается из различных государств его экстрадиции. Сказал одну очень важную вещь. На данный момент я не знаю ни одну страну, которая была бы для меня безопасной, учитывая характер всех покушений. Но вы знаете, что для сравнения Скрипаля они использовали высококачественное бытовое химическое оружие. Скрипаль это один из как раз таки представителей российского гражданского общества. Теперь уже ранее он был агентом, которого пытались отравить, точнее, ну фактически применили военное оружие химическое для того, чтобы нейтрализовать его информацию. Так вот, как можно себя защитить от той ситуации, в котором находится даже Билл Браудер, один из самых известных правозащитников. В каком-то смысле он видит действительность такой, если они хотят меня убить, они меня убьют. И единственный способ, которым могу я себя обезопасить, это удостовериться в том, что все будут знать, что происходит со мной, почему они действуют против меня, тогда их ждут тяжелые последствия. О каких последствиях говорит конкретно в данном случае Билл Браудер? Прежде всего о санкциях. На сегодняшний день то, чем вы отличаетесь от других поколений, в том, чем ваше огромное преимущество, что каждый из чиновников может сегодня отвечать персонально за то, что вас политически преследуют. И это тот механизм, который долгие годы мы, как правозащитники, вместе с Билл Браудером как раз таки отстаивали. И вы можете его использовать, но для этого вам надо знать, что это такое, и необходимо регулярно, системно обновлять информацию о политических преследований и отстаивать солидарно свои права. Я вижу здесь вопросы по Мурату Тугешбаеву. На сегодняшний день с Муратом Тугешбаевым ситуация также обстоит очень плохо. Фактически он также, как и многие другие, нуждается в солидарности и защите, поддержке, особенно его жена, мира и его мама, потому что их не допускают в качестве защитников. Что касается Елены Семеновой, Елена Семенова показала невероятную стойкость к тем угрозам, которые в ее адрес поступали. Она очень мудро поступила. И на сегодняшний день у нас есть также большой отзыв со стороны европейских депутатов, Европейской комиссии и национальных парламентов Европейского союза, что они своими дипломатическими каналами поднимают вопрос о Елене и многих других политических заключенных. Но самое важное на сегодняшний день достижение Елены это то, что будет специальная миссия депутатов из Европейского союза в места заключения, где пытают обычных заключенных. То есть каждый, не только те, которые подвергаются политическим преследованиям, а каждый, кто стал жертвами пыток, мы сейчас собираем все эти данные, мы предоставим их депутатам, но кроме того, будет специальная миссия, которая проведет мониторинг в этих местах заключения. И это еще раз показывает, почему казахстанские власти преследуют Елену Семенову, почему они боятся Европейского парламента, потому что Европейский парламент имеет очень большую силу. Они могут инициировать санкции, которые будут распространены на все 28 стран членов Европейского союза, на казахстанских чиновников. Казахстанские чиновники понимают исключительно язык денег и санкций. То есть то, когда их беспечность, когда их безответственность, когда их преступления становятся наказаны. Но эту работу должны выполнять вы, прежде всего, как гражданское общество, а не только мы, как международные защитники. Не могут просто евродепутаты спасти Казахстан. К ним приходят, повторяю еще раз, со всего мира. Это должны вы показать им, почему вы достойны их внимания. И сейчас многие из вас, такие как Аню Райшим, Ардак Ашим, Майгуль Садыкова, Осет Муржунбай, как раз-таки показывайте, что Казахстан достойен внимания. Вас должно быть больше, и вы должны быть вместе. Чего хочет добиться власть, освободив особо опасных преступников? Я хочу сказать, что эта новость так совпала, появилась сразу же после выступления Елены в Европейском парламенте, когда мы говорили о жесточайших пытках в отношении обычных заключенных. Таким образом, мне кажется, и по информации от некоторых из советников евродепутатов, Казахстан пытался смягчить ту волну недовольства со стороны европейских чиновников и депутатов и запросов, которые выслали Казахстану по фактам пыток. То есть, таким образом, скорее всего, конечно же, мы не рассчитываем, что власти выпустят реальных невинных людей, которых пытали. Нет, они выпустят своих, но они пытались очередной раз на международном обществе улучшить свой авторитет. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый из вас показывал, как в реальности выглядит ситуация в Казахстане, чтобы ваши дела были громкими. Поэтому каждого, кого преследуют, не бойтесь, именно в этом ваша защита. Нет других механизмов защиты в таких странах, как Казахстан. И это нормально, если ты принимаешь участие в протесте в такой стране авторитарной, что ты арестован. Но, потому что это авторитарная страна и так действует репрессивный механизм. Но, для того, чтобы этому протест постоять и потом арест закончился достаточно быстро, необходимо ваши солидарные действия для освобождения каждого арестованного, каждого, кто находится под давлением. Вы должны быть вместе. Да, я согласна с вами, что увеличивает численность нурботов. Ко мне в друзья постоянно запрашиваются абсолютно нулевые фейковые профили, например, в фейсбуке, которые распространяют казахстанскую пропаганду государственную. Кроме того, они пишут всякие гадости под постами и как раз служат для дестабилизации настроений, для разобщения, для того, чтобы поссорить всех друг с другом. Поэтому вам крайне важно, чтобы всех, кого преследуют по политическим мотивам, между прочим, в том числе Жанну Боту, которая сейчас помогает провести и организовала мне этот эфир вместе с вами, она также находится под политическим преследованием. Казахстанские власти добиваются ее экстрадиции из Украины, они добиваются дискредитации ее любыми правдами и неправдами. И здесь очень важна ваша реакция. Например, я вам покажу на примере Жанны, что вы можете сделать. В Украине, в отличие от Казахстана, депутаты украинского парламента вступились за Жанну. Теперь, чтобы у них была больше мотивации защищать Жанну и любого другого казахстанца, который может оказаться в ее положении, важно их поблагодарить, этих депутатов, и важно им сказать о том, какие другие преследования происходят в Казахстане. Важно пригласить их в Казахстан, чтобы они встретились с другими политическими заключенными. Во многом, каждый из активистов, каждый из депутатов, который сейчас находится в парламенте, именно тех прогрессивных, я не говорю о бывших представителях власти Януковича или Порошенко, они в прошлом являлись активистами. Они сами прекрасно знают, что такое быть политически преследуемым. Поэтому они, как никто другой, лучше всего вас поймут. Но вы должны рассказать им об этом. Вы должны обратиться к ним через Фейсбук, а это сделать очень просто. Вы можете найти легко их фамилии и рассказать о том, что у вас происходит. Пригласить их в Казахстан, чтобы они, например, наблюдали за судебными процессами, помогли распространить информацию о политических преследованиях. Но для этого вы должны не бояться. Для этого вы должны использовать каждый случай. Вот как сейчас есть непосредственно наблюдатели, например, в Алматы. Они приходят на суд Асета Нуржунбая, приходят на суд Искандера Еренбетова, придут на суд Киженбека Абишева и многих других. Важно, чтобы вы встречались с этими наблюдателями и публично, как, например, Айгуль Акберди, сделали трансмиссию через Фейсбук и рассказали о своих политических преследованиях. Только тогда прокуроры, судьи, представители МВД, которые совершают неправомерные действия в отношении вас, отступят. В моменте, когда будет такое солидарное движение и вы будете так обращаться к депутатам украинского парламента, Жанару точно не выдадут. Вот смотрите, сейчас судьи, которых оказывается сумасшедшее давление со стороны казахстанских властей, украинское государство еще на данный момент не является стабильным, там тоже очень много коррупционных составляющих и очень много старой системы. Вы должны понимать, что система меняется в разных государствах по-разному. Если нет четкого, к сожалению, понимания у элиты, как менять власть или она очень коррумпирована, изменения идут долго. И это тоже как раз таки проблема украины. Но в этом процессе также есть огромное количество лиц, которые непосредственно двигают Украину вперед. И вы можете к ним обратиться. Вы можете не только защитить таким образом Жанару Ахмед, но вы можете таким образом защитить себя, потому что те же самые депутаты, узнав про ваши истории, они могут приехать в Казахстан, они могут поднять вопрос вашего политического преследования на международном уровне, потому что, например, Светлана Залищук, она очень часто участвует в выступлениях в Европейском парламенте, в Итальянском парламенте, в Великобритании, в США. Тогда ваши дела будут иметь максимальную публичность. Вы должны использовать любые контакты, любые возможности для того, чтобы ваше дело было максимально публичным. Я получил этот вопрос, заранее можно отправить анкету по доверенности? Вы можете заранее нам отправить свою анкету. Да, конечно, можете, но кроме того, чтобы отправить анкету, вы должны понимать, что мы не как сказать, не бэтмены, мы тоже люди, поэтому защитить мы вас будем, будем стараться по максимуму, но чтобы эта защита была максимально эффективной, вы тоже должны нам помочь и максимально организовать солидарные движения в Казахстане. Также, как это сделали в свое время работники нефтегазового сектора Жаназин, они тогда подписали на нас больше двух тысяч доверенностей, переслали нам почтой, на тот момент не было возможности у них выслать эти доверенности мейлом, и он, например, не принимал доверенности мейлом, сейчас все гораздо проще, вы заполняете форму, доверенности пересылаете нам, и если бы что-то с вами случилось, мы сможем представлять ваши интересы на международном уровне. Я, в принципе, свое выступление и главные месседжи вам передала, какие у вас есть вопросы, я сейчас гордова отвечать на них. Информация по Скрипалю, очевидно, она просто очень много пишется на английском языке, но это, кстати, не тема нашей с вами дискуссии. Я хотела бы понять, какие у вас впечатления, то есть все ли вам понятно, или чего вы боитесь в данном случае после моего выступления вам понятно, насколько важна солидарность в международной защите, в организации защиты каждого, кого преследуют по политическим мотивам. очень хороший вопрос, если будет запугивание, как поступить, если в тот момент нет с собой телефона. Все просто, вы должны, ну, если с собой нет телефона, надо найти момент, когда телефон появится, или того, кто рядышком с вами, он просто обязан сообщить об этом сам через социальные сети. Лучше всего при этом, чтобы он имел при себе фотографию с места события или же просто вашу фотографию и рассказал о том, что происходит. еще очень важно из нашей практики, например, в Молдове, там была угроза свыше 20 политическим преследуемым быть под арестом. Каким образом они отбили политические преследования? Они организовывали, конечно, массовые протесты, но не только. Они писали письма, совместные петиции, адресованные к президенту Европейского парламента. Эти письма были очень сильно массовыми. К чему это привело? Массовые протесты, массовые письма в адрес европейских институций привели к санкциям в отношении молдавского правительства, которое фактически является репрессивным и коррупционным аппаратом на сегодняшний день против своих граждан. Конечно, тут надо понимать, что авторитарные режимы, они не статичны, они также ищут выход из ситуации. И если вы один раз вышли на протест, это не значит, что ваши проблемы решены. Например, молдавское правительство, а именно олигарх Плохотнюк, который контролирует полностью и парламент, и прокуратуру, всех и вся, и против него, чтобы действовать, молдавское общество должно было действительно сделать невероятные усилия. И они до сих пор с этой проблемой мучаются, но каким образом они борются? Они постоянно выходят на протесты, постоянно пишут письма, солидарно вытаскивают друг с друга и говорят об этом открыто на международном сообществе, открыто через социальные сети, говорят о всех политических преследований. И к чему это приводит? Это приводило к тому, что Европейский парламент ввел санкции, но Плохотнюк решил сделать ход конем или же искать поддержки финансовые с другой стороны, например, у Мирового банка или Международного валютного фонда. И там он такую поддержку нашел. Поэтому сейчас следующим шагом для гражданского общества Молдовы будет блокировать финансирование молдавского правительства за счет средств и этих двух институтов. Кроме того, они сейчас совсем недавно выступили за организацию списка персональных санкций в отношении молдавских чиновников, которые непосредственно участвуют в политических преследованиях и огромной коррупции. Вот здесь очень правильный комментарий. У меня ситуация как у Абишева. Я боюсь, что меня никто не поддержит и просто забудут. Я могу сказать, что мы, как правозащитная организация, вас точно не забудем и постоянно будем поднимать ваш вопрос. Как минимум, международное сообщество будет про вас помнить. Но, конечно же, самое эффективное, чтобы ваша судьба была спасена, это чтобы ваши родственники начали бороться за вас и ваши друзья. Вам нет необходимости, скажем так, паниковать, но важно как минимум пяти-четырех человек убедить в том, чтобы в случае, если что-то с вами случится, они вышли на вашу поддержку. Кроме того, то, что мне нравится и почему, собственно говоря, я очень внимательно слежу за тем, что происходит в активисте ДВК, все-таки у вас очень много неравнодушных и очень смелых активистов. Кроме того, у вас очень четкая организация, то есть Муфтар Аблязов, он четко отстаивает права каждого из вас, он постоянно, когда был с нами на встречах, поднимал вопросы каждого из тех, кого преследовали по политическим мотивам, ни одной фамилии не забывал, а это все-таки очень важно, потому что у вас есть очень сильные механизмы международной защиты, но вам надо доделать очень важные домашние задания. Это внутри солидарную защиту каждого из тех, кого преследуют по политическим мотивам. Из-за неграмотности многие не смогли отправить письма нужным в городах, чтобы свои активисты занимались этими вопросами. У вас из-за неграмотности даже некоторые активисты не приходят на встречу с международными наблюдателями, хотя это единственное для вас спасение от репрессий. Это факт. Боритесь с этим, рассказывайте о том, как важна политическая, прошу общения, как важна публичная защита в политически мотивированных делах. Продолжение следует... Совершенно верно! У вас на сегодняшний день есть ДВК-волонтер. Это очень сильный механизм, который дает вам с одной стороны анонимность, с другой стороны дает вам полностью возможность получить всю информацию, которая касается защиты и которая касается того, что вы можете дальше делать. Но, повторяю, для того, чтобы вы персонально, вы, кого преследуют по политическим мотивам, получили защиту, вы должны публично об этом сказать, кто вас преследует, как, с какого момента. По адвокатам мы уже обсуждали. Адвокаты только тогда будут вступать ваши дела более-менее охотно, когда ваши родственники и ваши сочувствующие будут за вас вступаться. Потому что сейчас адвокаты остались сам на сам и они под огромным давлением. Нет практически адвокатов, которые готовы работать по политически мотивированным делам. Как раз таки по этой причине, что они остались абсолютно сами. Сегодня было только первое заседание. Насколько мне известно, пока еще нет никакого решения. И правильно было бы, чтобы вы сами следили за его судебным процессом. Пришли к нему на суд и мне сообщили о том, что именно там произошло. Не я из далекой Европы узнавала о том, информировала вас, что произошло на суде Абишева, а вы меня из Казахстана проинформировали и других евродепутатов о том, что произошло на суде Абишева. 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 ничего не понимаю, когда вы пишете на казахском, поэтому прокомментировать не могу. Если у вас еще есть вопрос, давайте, задавайте. Если же нет, тогда мы будем с вами прощаться. Продолжение следует... Пока, остаемся на связи, следите за моей страничкой в фейсбуке, я там буду вас информировать о всех дальнейших реакциях со стороны международного сообщества. Большое спасибо, Людмила. Надеюсь, мы еще раз услышимся. Это был очень полезный и важный для нас эфир. Я бы очень хотела, чтобы наши слушатели сегодня взяли на вооружение все ваши рекомендации, потому что это очень важно. Теперь, когда у нас начались судебные процессы по многим из наших активистов, и впереди еще ожидаются процессы судебные, я думаю, что будет очень правильно и важно, если мы будем активно заниматься поддержкой каждого из тех, кого преследует власть. Людмила, большое спасибо. До свидания, друзья. Последний комментарий с моей стороны. Комментируйте, как обезопаситься при встрече с евродепутатами в Казахстане, если за тобой следят КНБ у них в офисе. Очень просто включить трансмиссию онлайн на фейсбуке и сказать, что вы идете на встречу с евродепутатами, и за вами следят КНБ. Показать их и сказать, что если вы не дойдете на встречу, чтобы евродепутаты обязательно спросили у этих конкретных агентов или же у главы КНБ о том, на каком основании за вами следят и что это нарушение ваших правил. Субтитры подогнал «Симон»